Золото дорожает из-за ожиданий возможного дефолта Греции. Цены на нефть снижаются в результате введенного Греции контроля за движением капитала, а Китай предложил Европе помощь в урегулировании греческого долгового кризиса. Теперь подробности этих и других новостей. Цены на золото растут на фоне ожидаемого дефолта Греции, падения фондовых рынков и ослабления евро. Цена за тройскую унцию в понедельник поднялась до уровня 1176.54 по сравнению с уровнем 1174.58 при закрытии торгов в пятницу. Цена на фьючерсы в США с поставкой в августе выросла на 3 доллара. Как сказал директор по рынку драгметалла в Bank of Nova Scotia Simon Wicks? Рынок золота не может снизиться из-за событий в Греции, но назвал ситуацию в целом неблагоприятной для золота. Он также отметил, что ожидаемое в этом году повышение процентных ставок ФРС увеличит упущенную выгоду от вложений в золото, которое не приносит процентный доход. Нефть марки Brent подешевела на 86 центов до уровня 62 доллара 40 центов за баррель, а нефть марки WTI на 97 центов до уровня 58 долларов 66 центов. Снижение цен на нефть происходит из-за введения Греции контроля за движением капитала после отказа кредиторов продлить программу финансовой помощи. На фоне опасений инвесторов относительно выхода Греции из еврозоны курс евро упал до месячного минимума, а на фондовых рынках Азии произошел спад. По мнению старшего аналитика CMC Market в Сиднее Рика Спунера. Если ситуация не изменится, инвесторы потеряют уверенность, и рынок нефти снизится. Он также считает, что проходящие в Вене переговоры о ядерной программе Ирана будут продолжены, и если Иран договорится с шестеркой стран о своей ядерной программе, санкции с него будут сняты, и он увеличит экспорт нефти. Продолжаем выпуск. Совокупная капитализация банковского сектора Европы в ходе торгов в понедельник потеряла 40 миллиардов евро из-за введенных Грецией ограничительных мер, сообщает агентство Bloomberg. Под индекс Stoxx 600, в расчет которого входят акции европейских банков, упал на 4,4%, отметив максимальное падение с ноября 2011 года. Из всех 46 компонентов индекса самое существенное падение продемонстрировали котировки акций финансовых компаний Италии, Португалии и Испании. Как уже сообщалось, в Греции до 6 июля приостановлена работа банков и введены меры по контролю за движением капитала. 5 июля в Греции пройдет референдум по вопросу выдвинутых кредиторами условий. По словам аналитика Медиабанка в Лондоне Антонио Гульельми, основным риском для банков являются возможные проблемы для их инвестиций. Так, объем активов HSBC в Греции является самым большим среди европейских банков и составляет 6 миллиардов долларов. Народный банк Республики Македония рекомендует финансовым учреждениям страны вывести финансовые средства из банков, расположенных в Греции и их зарубежных филиалов, Греции, в виде центра банка страны. По мнению регулятора, эти меры позволят предотвратить возможную опасность значительного оттока капитала из Македонии в Грецию, которая может вызвать серьезное нарушение платежного баланса и стабильности финансовой системы Македонии. Таким образом, Македония первая среди соседей Греции предприняла попытки защититься от финансовой турбулентности, угрожающей Греции. На выходных вкладчики греческих банков массово снимали деньги с карточек в результате принятого властями Греции решения приостановить работу банков до 6 июля и ввести меры контроля за движением капитала. Премьер Госсовета Китая Ли Кэтьян предложил Европе помощь в урегулировании долгового кризиса Греции и заявил о заинтересованности его страны в едином Европейском Союзе и в сильном евро. В интервью германской газете Handelsblatt он отметил, что Китай всегда поддерживал европейские интеграционные процессы. Китай также ранее пообещал внести деньги в новый Европейский фонд стратегических инвестиций. Фонд намерен собрать инвестиции на сумму 315 миллиардов евро. В ходе переговоров на саммите КНР-ЕС в Брюсселе 29 июня обсуждались темы двухсторонних и международных отношений, включая проблемы права на интеллектуальную собственность, технологических инноваций и цифровой экономики.